Как измерить высоту Солнца над горизонтом? В зависимости от времени года, даже от дня, Солнце высоко, Солнце низко, в полке, да? Максимальная высота Солнца над горизонтом. Вот сейчас декабрь, Солнце низко будет над горизонтом. Оказывается, сейчас я расскажу, как каждый из вас может изготовить очень простой прибор для измерения высоты Солнца над горизонтом. Вписанный угол, вспомним, вписанный, образован двумя аккордами, выходящими с одной точки. Все помнят, вписанный угол измеряется половиной дуги, на которую он опирается. Значит, здесь альфа градусов, угловые градусы, а здесь градусы по дуге, значит, два альфа. Вот такая тяга. А скажите, на практике где-нибудь вам встречалось применение этой теоремы в жизни? Ну, таблицу умножения мы постоянно применяем, да? Умножаем цену, скажем, явных на количество купленных килограммов. Сейчас расскажу, как можно использовать эту теорему. Пообразим, что у нас есть диск, причем круглый вот такой диск. Ну вот, баночку из-под кильки можно взять, баночку из-под шпрот, круглую. Вы ее открыли, крышку выбросили, получится вот такой вот. Эльфс, ну вот понятно. Представляете? Вот такая баночка. Что сделаем? Здесь сделаем шилом небольшую дырку. И когда солнце только встает, вот летний день, выходим в поле, солнце показалось над горизонтом. Мы эту баночку повесили вот так вот на нити как-то, на штативе. И здесь вот у нас солнце, вот, солнце. Так что вот эта точка на одной горизонтали с солнцем мы считаем, что солнце у нас точка. Значит, солнце, вот эта точка на диске, и мы располагаем так, чтобы это было горизонтально. Тогда луч от солнца через это отверстие попадет вот в эту точку, и мы здесь напишем ноль градусов. Не сдвигая этот прибор, посмотрим. Другой момент времени. Солнце у нас поднялось на горизонт. Лучи во все стороны. И один луч через наше отверстие, через тоже вот... Давайте я бы знаю, что будет от слова дырка, да? Через эту дырку попадет вот сюда, и мы тоже увидим здесь светлую точку. Светлую точку. Ну что же, мы все видим вертикальные углы. Вертикальные углы. Значит, угол солнца на горизонт, допустим, здесь вот 20 градусов. Тогда и здесь 20 градусов вертикальные углы. И тогда мы получаем точку для рисования шкалы на нашем приборе. Это имеет название по имени автора. Вот здесь мы должны поставить 20 градусов. Шкала такая должна быть. Ну и так далее. После этого мы, значит, уже определяем где 1 градус, там и так далее. Практически это означает, что вот от этой точки надо наклеить, вырезать из бумаги полоску. Полоску бумаги равную длине этой окружности. Длине этой окружности. И эту полоску, я напишу, что длина этой окружности L2PR, здесь разница R2PR, и скажите, эту полоску мы должны на сколько равных частей разделить, чтобы применить вот на сколько? Ну и на В, вот и 20. Чтобы в этой ситуации, значит, мы вот эту... Ну, 20, да. Сажим, вот полоска бумаги. Мы ее свернем вот так вот, наклеим внутри по всей длине. Это я просто знаю. А, по всей. Значит, на сколько частей надо будет разделить? Нет, чтобы именно на 20 градусов. Чтобы было вот так вот, да. Чтобы вы посмотрели и увидели 20 градусов, как и здесь. 18. На 18 градусов? Нет, там 18, так вот, 20 градусов. Вот 9. Всю окружность, на сколько частей надо разделить, чтобы легко было смотреть, сколько здесь градусов, столько и здесь. Если шли на 8. По-моему, на 180. Если мы разделим на 180, то тогда 20 здесь градусов будет соответствовать вот здесь и здесь. Ну, подумайте, какую шкалу нужно здесь выбрать.